Привет! С вами Б-16 и Багги в Rust. Сегодня в выпуске, как рейдить обычные двери, как спрятать турель так, чтобы её не было заметно, и как очень быстро и просто расправиться с вертолётом. Приступаем! Это очень лёгкий рейд дверей. Только теперь не двойных, а обычных. Нам также понадобятся разрывные патроны. Но есть определённая методика стрельбы. Стрелять надо не в упор, а по-особому. Это по-особому называется и выглядит вот так. Да, именно так, ребята. Настолько просто и банально. Давайте просто сравним урон. Вот у нас 239 у металлической двери. Давайте просто стрельнем. По-одному хп слетает. Окей. Давайте вот сюда стрельнем. Так, 236 вниз. Давайте вот так. 232. Ага. Где-то по 3-4 единицы слетает таким вот методом. Далее. Давайте попробуем с этой стороны. В принципе, то же самое. Переходим к деревянной двери. Итак, что у нас тут? Целенькая. Под вас слетает. А так? 192. 187. Нормально. Тут даже по 5 единиц улетает, ребята. Это намного лучше. Давайте попробуем с другой стороны. В принципе, то же самое. Очень хорошо работает. То есть, нам надо стрелять не вот так, а вот так именно. То есть, получается, урон расходится таким образом, что он как бы цепляет и именно взрывным наносит урон двери. Когда мы стреляем вот так, получается, мы как бы по бокам дамажим, но там ничего нет. А таким вот образом он отскакивает от земли, от фундамента нашего, и попадает в дверь. Работает это примерно как-то так. Понятно. 145, да? Так, еще разочек. Нормально. Далее. Арморная дверь. Целая. Целая. Давайте попробуем. Три, да? А если так? Ну, совсем немножко. Ладно. Давайте еще раз. 778. Так. Получилось где-то по 5 единиц за выстрел. Да? Ну. Примерно да. Кстати, давайте еще, знаете, что потестируем? Так. Давай уже, догорай, догорай. Значит, надо попробовать вот что. То есть, вот у нас 752. Давайте стрельнем вот здесь, поближе. 545. 7 очков отлетело, да? И давайте стрельнем чуть подальше. 545. 542. 540. Так. В принципе, обычный урон, да, идет? Да, обычный. А вот почти вблизи идет нормальный урон. И, собственно, давайте просто протестируем, сколько нужно патронов на каждую дверь. Для начала надо все отремонтировать. Все целое. Приступаем. Итак, металлическая дверь. Два магазина ушло. Она еще подгорает. Грубо говоря, два с половиной магазина. Это металлическая дверь. Переходим к деревянной. Целая, целая. Так. Здесь, скорее всего, хватит два магазина. Ну да, даже чуть-чуть меньше. Получается 30, 25, 55 патронов, ребят. Всего лишь 55 на деревянную дверь. Мелочь, но приятно. И самая топовая из топовых дверей. Арморная. Целая, целая. Давайте. Калашик заряжен. Хорошо. Первый магазин ушел. 615 осталось. Хорошо. Так. Три магазина ушло. Осталось 246. Четыре магазина ушло. И осталось 99. Ну, грубо скажем, четыре с половиной магазина. На арморную дверь. Это весьма неплохо. Для того, чтобы спрятать турель так, чтобы ее не было заметно, нам понадобится большой водосборник и сама турель. Итак, сначала ставим водосборник. Для этого нам подойдет практически любая поверхность. Вот так вот. Теперь ставим фундамент. Все мы знаем, что турель становится только на фундамент. На простую землю она не может слишком уж культурная. Так, берем фундамент. Ну и как-нибудь аккуратненько его сюда ставим. В принципе, как угодно. Главное, чтобы он покрывал водосборник. Итак, вот так, да? Можем улучшать, можем оставить солому, если вам не жалко потерять турель. Давайте улучшим. Берем нашу турель и ставим таким образом, чтобы кусок ее ножки торчал. Тогда мы сможем взаимодействовать с ней. Иначе она так и останется жить в этом водосборнике. Давайте попробуем как-нибудь вот так аккуратненько. Так. Ну, дружок, давай. Смотрите. Вот. Вроде так, да? Да, кусок ноги торчит. Подождите, ребят, тут проблемка. Тесик, мы же договорились. Ты мне дашь нормально снять видео. Ну давай, разойдемся мирно. Ты не хочешь, да? Так всегда. С ними невозможно договориться. Они меня уже достали. То Миша, то Серый. Ну, это вообще, ребят, уже ни в те рамки не лезет. Видишь, что получилось? Надо было ждать, пока я закончу снимать. Потом бы поймал свою лошадь или оленя. Так, ребята, на чем мы остановились? Остановились мы на следующем. Вот ее нога, собственно. Подходим к ноге. Видите, появляется взаимодействие. Авторизоваться. Авторизуемся. Вызываем меню. Открываем инвентарчик. Тут у нас, ну, обычное меню турели, ребят. Обычное меню. Открываем. Так, ну, она обычная, ну, необычная, она синие патроны. Она не умеет кушать, у нее не с варенья. Кладем туда обычные патроны. Вот наши обычные патроны. Заряжаем. Включаем турель. Опачки, работает. И самое, что интересное, ее только слышно, но ее не видно. Конечно, практически любому человеку бросится в глаза. Странный настоящий фундамент под водосборником. Зачем? Ну, вы знаете, умеясь... Опять серый. Это его брат пришел. У меня есть отличное, ребята, определение. Можно попробовать сделать вот так. О-о-о, все, давай, 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 турель. Разбирайся с ним. Вот, все. И братана его тоже слили. Недоговорные ребята, вообще ни в какую. Итак, я вот кое-что только что придумал. Ну, ребят, это чушь полная. Просто сделаю вот так. В общем, в принципе, да, она незаметна. Ее слышно, но она незаметна. Потому что многие будут бежать. Да что там водосборник? Кому нужен водосборник сейчас в Расти? Никому. Пробегают мимо, а там турель. Шараха их нету. И, кстати, нюанс, ребят, смотрите, как можно сделать. Допустим, стоит водосборник. В нем стоит турель. Выбирайте такой ракурс, чтобы она как можно больше покрывала. А позади, допустим, стояли стены. И делайте такую штуку. Если вам позволяют ресурсы, ставьте в турель еще и в доме. Когда их будет две, сразу не поймешь, где находится вторая. Таким образом, люди будут думать, да у него в доме турель, это нормально. Подходят, а их разбирают с водосборника. В чем здесь плюс большой? Поставьте в доме даже не одну. Поставьте больше турелей. Они просто будут вводить в заблуждение противника. И он не поймет, что турель стоит именно в этом водосборнике. К тому же, многие просто не ожидают. А то, что там стоит фундамент, да может мне захотелось. Я вот люблю вот так вот фундаменты ставить. Но нравится мне и все. Что тут такого-то, ребят? На самом деле, все это нормально. Где тут турель? Обычный водосборник. Ну, не все так просто, да. Работает на ура. Стабильно. Волчару завалило. Переходим к следующему багу. Итак, ребята. Я призвал вертолет. Нахожусь я на РТ. Жду, когда он попытается меня убить. Ну, для начала я вообще жду, когда он выпустит меня ракеты. Давай, дружи. Приляй по мне. Чего ждешь? Ну, давай же уже. Ну, что ты улетаешь-то? Ну, как обычно. У вертолета все не так, как надо. Так, по идее сейчас пойдут ракеты. Нет? Нет, не пойдут. О, ребята, вы это видели, да? Вы это видели. Смотрите, значит, в чем суть. Получится, в этой ямке есть невидимая преграда. Вертолет как бы попадает по ней ракетами или патронами, но вас не дамажит, потому что невидимая преграда, она блочит взрывы, и взрывы не доходят до вас. Сейчас бы ракеты меня убили. Но они просто попали в невидимую преграду. То же самое касается и пуль. Давайте я отсюда немножко пролечу, потому что напал мешает мне. Итак, давайте подождем, когда он зайдет на второй заход, и просто постреляет меня с пулемета. Ну, давай, дружок. Ну, какой долгий. Ну, какой-то ленивый вертолет очень сильный. Ракетами, да ракетами. Вот, ребята, ракеты пошли, смотрите. Вот, они взрываются чуть выше. То есть они бы должны взрываться, по идее, вот здесь. Но они стукаются в невидимую преграду и взрываются. Вы не получаете урона. Таким образом, собираетесь с компашкой, спускаетесь в эту ямку и сбиваете вертолет. Потому что он вас не дамажит. Это примерно то же самое, если вы построите себе домик в скале и будете из скалы убивать вертолет. Одно и то же. Только здесь вас видно, и обычно игроки вас здесь убьют. А вот в скале вас уже не видно. Да, в этом и отличие основное. Кстати говоря, давайте попробуем вот так сделать. То есть только от вертолета не проходит урон. От пулемета, так понимаю, от калаша, от всего остального урон пройдет. Куда он опять улетел? Итак, давайте протестируем другую РТ на предмет блокировки урона от вертолета. Он уже рядом. Очень рядом. Так, где же ты там? Давай. Вот он он. Он по-любому чем-нибудь зарядит в меня. Ну давай. Ну чего ты так? Вертолет, куда ты улетел? Во-во-во, ребят. Смотрите. Вот он, то же самое. Взрывается выше, чем надо. То есть, как обычно, здесь вот невидимая преграда. Должно было удариться, по идее, о землю. Ну нет, он ударяется о невидимую преграду. И, в принципе, я не получаю урона. Спокойно сбиваю вертолет. Но почему он у меня не стреляет, непонятно. Давай уже. Ну он стреляет. Чего тут сразу ракета-то? Сейчас опять ракета, да? Это ты ленивый, конечно. Вот так вот. Вот так вот, да. Ага, 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 ай, больно. Так, вот оно что, я понял. Он не достает с пулеметов получать. Смотрите. Оп, пулемет работает. Давайте-ка подпрыгнем. Смотрите, опа. Ага, ага. По-моему, пулемет если спустится, они уже не работают. Так, давай, стреляй мне, ну, че ты. Да, он промазывает, просто промазывает. То есть, у часа выйду повыше. Во, больно, больно, больно. Хорош. Так, сейчас пойдут ракеты, да? Да, 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 ракеты. Во, отлично, меня не пробило. Как видите, оно блочит даже урон от его выстрелов. То есть, не только от ракет. Так вот я сразу огребаюсь. Давай, давай, стреляй. Давай. Стреляй меня еще разок. Ну, чего ты? Ах ты ж. Спускаюсь вниз, все я в безопасности. Ребята, используйте этот очень простой и хороший способ. Надеюсь, его исправят очень быстро. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте делиться этими видео со своими друзьями. С вами был Б-16. Удачи, а я пошел разносить вертолет. С вами был Б-16.